Если вам интересна психология человека, то рекомендую познакомиться с каналом Форма Жизни. Его автор, практикующий психолог Дмитрий Калыгин, доступно и интересно рассказывает про психологические теории и факты. Дает рекомендации, как сделать свою жизнь лучше, а также анализирует события в обществе и артефакты культуры. Обязательно заходите на канал Форма Жизни, ссылка в описании к этому видео. Когда мы думаем о травмах, нам кажется, что мы говорим о великих и ужасных событиях нашего прошлого, которые коренным образом изменили нашу жизнь. Хотя чаще всего это более тонкие травмы, которые проявляются в раннем детстве и которые могут влиять на нашу личность на протяжении всей жизни. Эти небольшие, но важные события могут быть очень скрыты в глубинах нашего мозга и по-прежнему влиять на нашу жизнь, поэтому очень важно распознать их. Этот тест поможет вам найти эту неразрешенную травму из вашего прошлого. Ну а прежде чем начать, не забудьте подписаться на мой канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Итак, руководствуясь интуицией, выберите одно из изображений. Если вы выбрали первое изображение, то в описании. Возможно, момент идентификации с людьми, которые не являются вашими родителями, был негативным для вас. То есть вы почувствовали себя отвергнутыми теми, кто был для вас самым важным. Если это так, наверняка вы человек с низкой самооценкой. Вам трудно общаться с другими. На самом деле вы всегда боитесь отказов и неприятия. Вот почему, когда кто-то говорит вам что-то плохое, вы воспринимаете это как нечто очень личное и ратифицируете свою идею о том, что вы недостаточно хороши. Ваша самая большая задача – понять, что ваша жизнь зависит от вас. Уверенность в собственных способностях также поможет вам создать здоровые связи с другими. Изображение номер 2 говорит нам о том, что родители часто предают доверие своих детей, почти не осознавая этого. Они обещают что-то, что они не могут выполнить или сделать. Принимая во внимание, что мы говорим о детях, невинная шутка может оказаться серьезной травмой для детей. Если вы выбрали второе изображение, возможно, что в какой-то момент ваши родители или ваши близкие предали ваше доверие. И это было запечатлено глубоко внутри вас. Итак, вы человек, который чувствует, что не может никому доверять. Вы довольно холодный человек, который, хотя очень экстравертирован и общителен, никогда полностью не раскрывает свое сердце. Если вы выбрали третье изображение, у вас может быть травма, связанная с унижением. То есть в очень раннем возрасте, когда вы начали хотеть идентифицировать себя со своими сверстниками и важными людьми в вашей среде, вы были отклонены ими. Может быть это были фразы, что вы неуклюжий или пухлый. Сегодня вы несколько зависимый человек, которому всегда нужно одобрение других. Вы так беспокоитесь, что всегда стараетесь изо всех сил, но не для себя, а для других. Очень хорошо, что вы каждый день стараетесь быть лучшей версией себя, но помните, что эта лучшая версия зависит от ваших собственных интересов и вашей подлинности. Будьте свободны и не позволяйте себе увлекаться тем, что говорят другие, иначе вы никогда не будете чувствовать себя достаточно хорошо. Если вы выбрали изображение номер 4, то возможно в детстве у вас не было родителей, или может быть вы понесли большие потери, когда были маленькими. Истина заключается в том, что у вас есть серьезная проблема с боязнью отказа. Вы человек очень общительный, которого всегда окружают друзья и близкие. Но суть в том, что вы очень беспокоитесь о том, чтобы не остаться в одиночестве. Вам трудно противостоять своему собственному существу, потому что вы боитесь найти что-то, что вам не нравится, или что еще хуже, то, что не нравится другим. У вас может быть склонность к депрессии, поэтому вы должны стараться стать сильным. Истина заключается в том, что люди входят и покидают нашу жизнь, но если мы будем подлинными, заботливыми и добрыми людьми, мы никогда не будем одиноки. Потери могут быть трудными, но вы можете продолжать идти вперед, несмотря на них. Я надеюсь, что вы не жалеете о времени, потраченном на этот тест. О своих результатах напишите в комментариях, мне будет интересно узнать. Ну а у меня все, желаю всем счастья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok